19 августа 1991 года. 30 лет назад балет «Лебединое озеро» стал настоящим мемом. Его крутят по всем каналам в перемешку с посланиями объявившего себя верховным органом власти в СССР Государственного комитета по чрезвычайному положению, в то время как в столицу введены танки. Ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года. Увы, но те события, их механизм и истинный смысл сегодня подавляющим большинством населения просто забыты. Я помню, как одна моя однокурсница на ИСТФАКе еще году в 2008 проводила для курсовой работы даже специальный соцопрос на улицах Нижнего Новгорода на тему ГКЧП. И уже тогда редкий человек ясно помнил о тех событиях. Что-то там танки, Белый дом, Ельцин. Многие путали события 1991 года с расстрелом Белого дома в 1993. Многие, кто постарше, помнили, конечно, про балет по телеканалам. Но и он уже к 2008 году жил в народной памяти каким-то самостоятельным символом. А ведь августовский путч 1991 стал крайне важным, знаменательным, в какой-то степени поворотным событием в отечественной истории. И как многие такие события, поучительным для нас. Как, кто и почему организовал путч, почему он с треском провалился и как привел к запрету КПСС и ускорению распада Советского Союза. Об этом сегодня и поговорим. Поехали. В ГКЧП СССР поступают многочисленные обращения граждан в поддержку принимаемых мер по выводу страны из тяжелейшего кризиса. На улицах Москвы появились танки и бронетранспортеры. Техника двигалась к центру. Как и обычно, чтобы понять, как страна докатилась до жизни такой, нужно отмотать немножко назад. И тут я бы посоветовал вам посмотреть наш ролик про гибель экономики СССР. Там подробно описаны экономические реформы Позднего Союза и то, как они поспособствовали тотальной разбалансировке советской экономики. Если совсем кратко, то Горбачевское руководство, провозгласив намерение преодолеть действительно наметившуюся еще в первой половине 80-х годов экономическую стагнацию, начало творить максимально деструктивную дичь. Отмена монополий внешней торговли, закон о кооперации и легализации малого-среднего бизнеса, который развивался не на создании новой продукции, а в подавляющем большинстве на банальных перекупках и спекуляциях товарами с госпредприятий. Закон о госпредприятиях, в результате которого вообще возникла забавная ситуация, в которой государственные предприятия уплыли из-под контроля самого государства. На рубеже 80-х-90-х годов начинается конвертация целых министерств в самостоятельные корпорации. Привет Газпрому! И так далее. Единый, хотя не всегда максимально эффективно работавший хозяйственный механизм, был попросту разобран на фрагменты, что вело к коллапсу всей системы. Отсюда начало тотального дефицита, несмотря на вполне приличный уровень производства. Госпредприятия нередко просто гноили готовую продукцию на складах, считая неразумным продажу товаров по низким государственным ценам и ожидая повышения этих самых цен. Опять же, все эти и многие другие сопутствующие процессы мы разбирали в том самом ролике. Важно в данном случае то, что демонтаж советской экономики выступил катализатором других деструктивных процессов. С одной стороны, в формально-социалистическом государстве растет неравенство, нарастает, развивается и крепнет новый слой капиталистов, новых бизнесменов. Причем наиболее активно в него вовлекаются кадры из того же комсомола, который с 1986 года получает преференции в плане занятия бизнесом. На официальном уровне это, правда, трактовалось как привлечение молодежи к хозяйственной деятельности. Вовлекаются в эти процессы и партийные кадры. То есть, прям в недрах системы развивается и крепнет слой людей, кровно заинтересованных в демонтаже этой самой системы. В самом руководстве КПСС выделяется блок деятелей типа Ельцина и Яковлева, которые чем дальше, тем все более открыто выступают за полный уход от плановой экономики. И, кстати, к началу 90-х годов все больше жителей Союза эту идею поддерживают. Все видят очереди, все видят дефициты, прочие негативные тенденции. Мало же кому было понятно, что это не результат неэффективности плана как такового, а результат демонтажа и разбалансировки системы. Все видят разложившуюся партийную элиту, которую ненавидят и которой не доверяют. В этих условиях закономерно получила распространение и успех та самая перестроечная пропаганда, последствия которой мы расхлебываем до сих пор. Поощряемые и даже, кстати говоря, курируемые частью партноменклатуры типа Александра Яковлева из лития ушатов помоев на советскую историю, на сами идеи коммунизма, все это происходило как нельзя более кстати. Да-да, политика гласности и, в частности, идейная атака на коммунизм и историю СССР осуществлялись под строжайшим надзором ЦК. Любопытно признание бывшего редактора журнала «Огонек», человека, вставшего в авангарде антикоммунистического мифотворчества второй половины 80-х годов Виталия Коротича. Вот что он говорил. Первый период гласности шел под строжайшим надзором. Полегчало, пожалуй, в конце 90-го. К 90-му году в советскую политическую реальность врывается многопартийность, а карьеристы, попользовавшиеся партийной карьерной лестницей КПСС для достижения своих целей, начинают переобуваться и выходить из партии. В соответствии со своими обязательствами, данными в предвыборный период, заявляю о своем выходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность эффективно влиять на деятельность Советов, готов сотрудничать со всеми партиями и общественно-политическими организациями республики. Да и сама КПСС уже распадается на глазах. С одной стороны, шел давным-давно запущенный процесс разложения партноменклатуры. Идейных коммунистов в верхах партии был уже критический дефицит. В подавляющем большинстве там обитали отъявленные карьеристы, как, впрочем, и на более низких звеньях партийной цепи. Об этом у нас также был уже давний отдельный ролик. Ссылка будет на экране и в описании. С другой стороны, сказывались и вылитые ушатые информационных помоев. Народ с конца 80-х годов начал выходить из КПСС. С третьей стороны, после разрешения фракции и обострения внутрипартийной борьбы на фоне кризиса, КПСС уже практически не существовало, как единая конструкция с жесткими внутренними рычагами. Куча платформ, грызня внутри и так далее. Все это скажется во время августовского путча и дальнейшего запрета КПСС. Когда партия покажет полнейшую свою недееспособность. В условиях кризиса обостряются и национальные движения. Практически во всех республиках идет активная агитация за отделение от СССР. Кстати, в том числе в РСФСР. Рост национализма был подстегнут с одной стороны критикой КПСС со стороны самого генерального секретаря. После провала попыток ускорения административными методами в 85-86 году Горбачев сам начал огонь по штабам. С середины 86-го он все настойчивее проводит мысль, что перемены идут недостаточно быстро из-за сохраняющейся пассивности масс и приверженности партийных организаций и управленческих структур директивным формам управления. А с другой стороны, рост сепаратизма провоцировался начавшимся процессом распила собственности. Когда встал вопрос, кому достанутся предприятия союзного подчинения. Союзному правительству или республикам, на территории которых они расположены. Тут уже пальму первенства в борьбе за отделение у низовых национальных движений забирают бюрократы из местных партийных верхов. Хочется свой удел, ведь лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе. В результате начавшегося парада суверенитетов к началу 91-го года Советский Союз существовал в значительной степени уже как конфедерация. Да, сохранялись общесоюзные органы, сохранялся президент СССР, но даже банальные финансовые потоки, которыми они обладали, сокращаются. И уж тем более их политическое влияние. С конца 80-х годов в верхах власти обостряется борьба. И занятным образом Горбачев своими же экономическими, политическими, культурными реформами загоняет не только страну, но и себя любимого в самое невыгодное положение. Мало того, что его авторитет в народе падает, так чем дальше, тем больше он становится эдаким президентом ничего. Почва уходит из-под ног, все больше вес приобретает его главный оппонент Ельцин. К августу 91-го тот ведет планомерное наступление на позиции Горбачева и КПСС. Он же, к примеру, запрещает деятельность партии на предприятиях. Вот в такой ситуации еще с декабря 1990 года Горбачев поручает главе КГБ Владимиру Крючкову подготовить проект постановления о введении чрезвычайного положения и проработать систему мер осуществления деятельности в рамках этого чрезвычайного положения. Крючков более полугода работает в этом направлении. Именно поэтому разговоры о том, что члены ГКЧП выступали против политики Горбачева, так вроде даже в этой нашей Википедии написано, довольно странны. Комитет по чрезвычайному положению начал формироваться по отмашке Горбачева и под его кураторством. Вопрос лишь в том, что Михаил Сергеевич в последний момент с тем это соскочил. Но об этом поговорим позднее. Часто слышатся разговоры и о том, что вот был путь, устроенный этакими принципиальными коммунистами из ГКЧП против Ельцина и его демократов-рыночников. Эта позиция также в значительной степени не верна. Да, члены ГКЧП входили в КПСС, но на момент 1991 года это, знаете ли, отнюдь не показатель коммунистичности. Да, были среди участников комитета более-менее серьезно прокоммунистически настроенные люди. Тот же Александр Тизяков после запрета КПСС продолжал работу уже в КПРФ. Но были среди путчистов и, например, Олег Бакланов, который далее будет действовать в национал-консервативной организации Российский Общенародный Союз. Там был и премьер-министр Валентин Павлов, который вообще придерживался вполне себе рыночных взглядов. Это Павлов, между прочим, запустил практику отпуска госпредприятий на вольные хлеба еще в 1984 году, до того, как это стало мейнстримом. Именно он продвинул в верхах решение о самостоятельности автогиганта АвтоВАЗа. Это стало своеобразным прологом перестроечных реформ. Так что говорить, что это коммунисты, не совсем корректно. Но точно можно сказать, что ГК-чиписты были людьми, представлявшими именно союзное руководство, которое, с одной стороны, видело, что скоро никакого союза не будет, и оно останется за бортом, а с другой стороны, предчувствовало масштабы общенациональной трагедии, которая может случиться с развалом СССР. И, в принципе, поначалу тема с проработкой чрезвычайного положения идет вполне легально и на государственном уровне. Практически весь будущий состав Путчистов был созван и организован в комиссию по чрезвычайному положению еще 28 марта 1991 года. Все проблемы начались тогда, когда ситуация стала требовать решительных мер, а Горбачев начал сливаться. 20 августа 1991 года должен быть подписан новый союзный договор. То есть Советский Союз по факту окончательно переконвертировался в конфедерацию, и число его участников сокращалось предположительно до 9 штук. Члены комитета по чрезвычайному положению не понимают, какого черта происходит. Почему Горбачев, вместо того, чтобы вдарить по заранее прорабатываемым схемам, сам идет на новые компромиссы, которые по факту уничтожают страну? Да и вообще Горбачев от всей суеты и лишних вопросов сруливает в отпуск, в крымскую резиденцию на Форосе. Кстати, стоит сказать несколько слов о новом союзном договоре. Просто и Горбачев, и многие лидеры мнений из либеральной среды, типа господина Венедиктова, говорят, что этот договор должен был сохранить СССР. И вот если бы не путь чисты, то все было бы норм. Но не было бы. И чтобы понять это, достаточно заглянуть в текст самого договора. Это не сохранение СССР, а сглаживание его распада. Во-первых, по нему создается Союз Советских Суверенных Республик, который объявляется преемником Союза Советских Социалистических Республик. То есть это уже как бы другая субстанция. О социализме, естественно, в документе уже никакой речи, равно как и о коммунистических партиях. Зато Новый Союз планировали строить на общечеловеческих и национальных ценностях. Провозглашалась и свобода всех форм собственности. Но самое главное, все члены провозглашались суверенными государствами, которые вольны вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Да, сохранялись общесоюзные органы и даже армия, но в целом это означало окончательную конвертацию в конфедерацию, крайне шаткую и наверняка развалившуюся бы при первых обострениях того же экономического кризиса. Это не устраивало многих в советском руководстве. 17 августа члены ГКЧП встречаются в закрытой гостевой резиденции КГБ, объекте АБЦН. Намечается итоговый план действий. Главная задача ГКЧП — не допустить подписания нового союзного договора. Кстати, возможно, что подписание договора могло и так сорваться, поскольку Ельцин буквально накануне путча летит бухать с Назарбаевым, которому прочили второе место в новом союзе, и перетягивать от Горбачева его на свою сторону. Такое впечатление было, что он еще просто вообще не соображал. После Назарбаева. Да, потому что Назарбаева, потом еще самолеты добавляли. Домой же приехали никакие, и после того я его обужу. Давай, подъем. Какой подъем? Какой путь? Очередно. Члены комитета до последнего питали надежду на Горбачева. Они летят в форос говорить с ним и требовать либо идти по изначальному плану и присоединяться к теме с чрезвычайным положением, либо передать борозды правления вице-президенту Янаеву и сидеть в стороне. Горбачев встает в позу. Ну, во-первых, ему не понравилось, что, в принципе, его подчиненные без записи нагрянули к нему в резиденцию, в отпуск и чего-то там требуют. Во-вторых, ну, не такие большие яйца у Михаила Сергеевича, чтобы вводить чрезвычайное положение. Принимать какие-то решительные меры. Его позиция вообще всегда строилась на каких-то компромиссах, полумерах, лавировании. И если в эпоху стабильности эта черта стала залогом карьерного роста, то в эпоху кризиса она же привела к краху и Горбачева, и страну в целом. А, ну и да, в-третьих, конечно, Горбачев жалуется, что у него радикулит, и вообще он говорит, у меня нога вот не ходит, и какие уж тут путчи. 18 августа, 16.32 по московскому времени. Поскольку переговоры с Горбачевым не увенчались успехом, путчисты приказывают обрубить всю связь президента в резиденции на Форосе и блокировать саму резиденцию. Дача будет окончательно блокирована в 4 утра следующего дня силами Севастопольского полка войск КГБ. В этот момент члены ГКЧП переходят Рубикон и окончательно отпочковываются от Горбачева, тем самым порывая и с законным порядком своих действий. И, в принципе-то, рычаги для захвата власти у ГКЧП были. Достаточно взглянуть на то, какие посты и должности они занимали. Почти все члены ЦК КПСС. Янаев — вице-президент, Павлов — премьер-министр, Крючков — глава КГБ, Пуга — глава МВД, Язов — министр обороны и так далее. Но пример ГКЧП демонстрирует скорее то, как не нужно делать переворот и как вообще профукать все имеющиеся козыри. Казалось бы, начало у Путча выдалось довольно-таки эффектное. В 6 утра по радио, а затем и по телевидению, проходят сообщения о том, что Горбачев по состоянию здоровья отстранен от должности, власть переходит к ГКЧП. Цель этого органа — сохранить страну и навести порядок. Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения образовать государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР — ГКЧП СССР. Забавно, но составителем заявления ГКЧП был отнюдь не член самого комитета, но человек, которого мы уже упоминали в предыдущем ролике по совершенно иному поводу — разведчик и сотрудник КГБ Николай Леонов. 17 августа я получил звонок с просьбой прибыть срочно в КГБ. И Крючков сказал, что мы могли бы написать обращение к советскому народу, в котором бы объяснялись мотивы, по которым мы объявляем чрезвычайное положение. Страна ведь разваливалась на глазах, и поэтому нужны были, конечно, обязательно твердые меры по наведению порядка. Около 7.00 по приказу Язова 2-я мотострелковая Таманская дивизия и 4-я танковая Кантемировская дивизия начали движение к Москве. Маршем на боевой технике 51-й, 137-й и 331-й парашютно-десантные полки также начали движение к столице. Тут же стянут был и отряд КГБ Альфа, и дивизия имени Держинского. Короче говоря, в столице оказались такие силы, которые при должном подходе захватили бы все и всех, кого надо, и еще часть осталась бы без дела. Останкино уже было под контролем, оппозиционная пресса запрещена, работает лишь станция «Эхо Москвы». Лидеров неблагонадежных приказано взять под наблюдение. И вот тут происходит один из главных провалов путча. Дача Ельцина в Александровском окружена, но не блокирована полностью подразделением Альфа. Никто не отдал конкретных распоряжений, там, арестовывать, не пропускать, убивать или что там еще делать с Ельцином. Никто не знает. Брать на себя ответственность за обстрелы и тем более убийство президента РСФСР никто не хотел. Военные просто уже знали замечательную способность властей переводить стрелки и находить крайних. Совсем недавно уже были события в Грузии, в Прибалтике, которые замечательно это продемонстрировали. Начальник охраны Ельцина Коржаков просто снаряжает кортеж из нескольких машин, собирает охрану. И все они беспрепятственно едут через зацепление прямиком в Москву и вот прям к Белому дому. Спокойно на скорости доехали до Калужского шоссе и повернули в сторону Москвы. Где-то через несколько километров стали погонять колонны танков. Спокойно доехали до Белого дома. Это было уже около 11. В конце концов, кто-то посоветовал Ельцину, по-моему, Бурбули, что надо выйти вниз и со ступенек, там уже много ступенек идет, куча народа, зачитать воззвание. Однако Ельцин Ельцином, а в плане ГКЧП были и куда более серьезные, я бы сказал, фундаментальные просчеты. Судите сами, имея цель остановить развал Союза, они вводят чрезвычайное положение в Москве. Да, дополнительные части были переброшены в окрестности Ленинграда, Киева, Таллина, Тбилиси, Риги. Но по факту, если уж путчистые избрали такой силовой вариант, то им нужно было проводить куда более масштабную операцию, в том числе в союзных республиках, с ликвидацией сепаратистов и так далее. Причем очевидно, что летом 1991 года провернуть такое, не пролив порядком крови, не спровоцировав восстание от той полноценной гражданской войны на окраинах, было максимально сложно, как мне кажется, практически невозможно. И дальнейшие события в Москве покажут, что члены ГКЧП были слишком нерешительными, мягкотелыми для такого рода действий. Плюс у них, как у старых аппаратчиков КПСС, была в голове такая формула, что все вопросы решаются в Москве. Центр говорит, остальные исполняют. А к середине 1991 года оно уже так не работало. Хотя справедливости ради, все же отмечу, что в первые часы руководство союзных республик всерьез перепугались и даже готовы были признать ГКЧП. Ближайший соратник Ельцина Бурбулес говорил, что поначалу готовы были склонить головы даже Грузия и Литва. Сергей Шахрай, тогда народный депутат, а в будущем член правительства, отмечал, что и главы автономных республик России поначалу перепугались и пошли на поклон к ГКЧП. Кроме разве что чеченцев. Они все просто не знали, что вместо суровых диктаторов, готовых давить всех и вся гусеницами танков, в ГКЧП окопались натуральные политические вегетарианцы. Да, признание под угрозой потом привело бы в перспективе к конфликтам и даже вероятно войнам, но все же небольшой шанс проскочить на дурачка у путчистов был. Правда, если бы они не забили на ряд других важных факторов. Еще один фундаментальный провал стал очевиден в первые же часы путча. ГКЧП вообще забил на мобилизацию народа в свою поддержку. Ну, казалось бы, зачем им народ, ведь у них есть армия, это куда как круче. Но, опять же, эта позиция изолировала путчистов от народных масс, которые, кстати говоря, в большинстве своем вполне поддерживали главную цель ГКЧП — сохранение СССР. Это показывал даже недавний референдум. Путчистам надо было просто заранее провести низовую работу, в том числе в регионах. Но этого сделано не было. А вот Ельцин и его соратники приступили к мобилизации народа с первых же минут. Уже в 9 утра 19 августа в Москве митинг противников ГКЧП. 11.45 первые колонны демонстрантов прибыли на Манежную площадь. Никаких мер по разгону толпы не предпринималось. 12.15. У Белого дома собралось несколько тысяч граждан. К ним вышел Борис Ельцин. Он зачитал с танка обращение к гражданам России, в котором признал действия ГКЧП реакционным антикоммунистическим переворотом. Ельцин призывает москвичей к политической забастовке. Поскольку телевидение не дают, радио не дают, я зачитываю. К гражданам России в ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым реакционным антикоммунистическим переворотом. Только что вы слышали, как Ельцин рассказал фактически про собственное будущее. Кстати, двумя годами позже, когда Ельцин точно так же в обход закона сконцентрировал в своих руках всю власть, ввел танки в Москву, окружил Белый дом и столкнулся с противодействием огромного количества москвичей, устраивавших баррикады, его-то команда учла ошибки предшественников. Параллельно с защитниками Верховного совета уличную активность разворачивали и сторонники Ельцина. Но путь чистый в 91-м то ли не учли необходимости поддержки снизу, то ли сказалась старая бюрократическая привычка опираться на государственные институты, но не на народную стихию. Кстати, стихия, поддерживавшая Ельцина в 91-м, была местами очень своеобразной. Вы крещеные люди! Вы православные люди! С нами Бог секреста и стила! Сказалось и то, что программа ГКЧП была отнюдь непонятной. Кстати, программа Ельцина на тот момент тоже. Мало кто догадывался, что через полгодика жахнет шоковая терапия, дальше начнется ваучерная приватизация и прочие прелести жизни, но у Ельцина, по крайней мере, были популистские разговоры о свободе, о борьбе с диктатурой и прочем подобном. У ГКЧП же в арсенале было закручивание гаек, но опять же не совсем понятно во имя чего. Тем более, что тот же премьер Павлов за год до этого уже отметился денежной реформой, съевшей часть сбережений граждан. Доверия к этим людям большого не было. Казалось, что они просто хотят вернуть назад чуть ли не порядки оплеванного к тому моменту шквалом пропаганды Сталина. Но в том-то и дело, что путчисты были отнюдь не теми, кеми их пытались представить. В том числе и в методах их отличал абсолютно травоядный подход. Не пролить ни капли крови, не совершить насилие. Вместо решительных действий они просто ждали, теряя время и на том погорев. Более того, путчисты начинают сходу проигрывать информационную войну. Да, они объявили о запрете забастовок, о закрытии слабо контролируемых СМИ. Но это, во-первых, дало негативный общественный эффект. Ну, представьте, за несколько лет гласности. Граждане уже привыкли, что можно говорить и писать практически что угодно. Количество контента альтернативного государственному расплодилось, мама не горюй. И вот теперь это все забирают. Это примерно как сейчас вот отключить Ютуб. Да, в нем куча говна, я бы сказал, что большая часть Ютуба — это говно. Но это уже устоявшееся развлечение, это источник информации. Ну, а во-вторых, запретом СМИ ГКЧП только перевел их ресурсы на более радикальное русло. Типографии запрещенных газет в считанные часы переходят на написание и распространение про-ельцинских листовок. Журналисты становятся независимыми разносчиками контента вообще повсюду, в том числе и за рубеж. Кассеты передавали друг другу, переправляли в провинцию, в корпункты западных телекомпаний. Даже интервью брали в прок. Никого не смущало, что работали пока в стол. Первые листовки отдавали солдатам. Клеили их на танки, на фасады домов, в метро. И мы готовились долго, быть может, несколько месяцев, работать в подполье. Утром, во вторник, в кабинете Егора Яковлева, в московских новостях, собрались редакторы закрытых изданий. Было решено выпускать общую газету. Оставленные путчистыми СМИ — это старые подконтрольные партии издания и передачи. Они воспринимались немалой частью публики, тем более публики московской, как скучные, официозные. И, наверное, это все даже было правдой. КПСС на тот момент уже тотально не умела делать годный контент. Но, к слову, и радикально всунуть кляп в рот про-ельцинским СМИ ГКЧП не сумело. Типографии не были опечатаны, закрытие происходило как будто для галочки. То же самое с некоторыми радиостанциями. Необычно, потому что в 7.40 пришла группа сотрудников КГБ, которые просили нас освободить эфир. Просто в чего мы стали возражать. Но тогда они минут через 15 нашли возможность откоммутировать нашу студию от передатчика, не оккупируя, так сказать, студию. Собирались опечатывать студию, но обещания своего не сдержали. В общем-то, обидно на них, я за это не держу, потому что в студии была возможность работать и после этого. Ну и, конечно же, уязвимость ГКЧП была в том, что они с самого начала встали на путь вранья. Причем вранья неловкого и неуверенного. Эти странные разговоры о том, что Горбачев оставил пост по здоровью. При этом всем понятно, что Горбачев просто пропал с радаров. И все лишь гадают, он арестован, убит или просто изолирован. Вечером 19 августа трясущиеся руки исполняющего обязанности президента Геннадия Янаева становится еще одним из символов прилипших ГКЧП. По сути, уже в первый день путчисты морально проигрывают. Становится понятно, что эти даже переворот толком организовать не могут. Посудите сами. Первый час дня, 19 августа. Демонстранты перегородили двумя троллейбусами Тверскую улицу в районе гостиницы Националь. Еще через час собравшиеся у Белого дома начали сооружение импровизированных баррикад. Их не то, что никто не разгоняет, им даже не мешают. Военные не хотят подставляться. Им очевидно, что приказа нет, а проявлять инициативу опасно. Их же сделают крайними. Белый дом тоже никто не штурмует. Альфовцы требуют письменного распоряжения на штурм. Вот вся эта казенщина становится еще одним фактором провала путча. Между тем, пока ГКЧП проводит вечером пресс-конференцию, Ельцин издает указ номер 61, которым он переподчиняет силовые ведомства из юрисдикции СССР в юрисдикцию РСФСР. На тот момент этот указ носил скорее такой пропагандистский характер. Но после провала путча он становится реальным политическим фактором. Россия все больше перетягивает на себя одеяло с Советского Союза, оставляя его фактически ни с чем. Примерно в то же время начинаются массовые митинги против ГКЧП в ряде городов России. Ленинграде, Нижнем Новгороде, Свердловске, Новосибирске, Тюмени и так далее. На следующий день воинские подразделения уже не смогут войти в Ленинград. Они будут остановлены за 70 километров от него. В принципе, первые сутки полностью предопределили судьбу ГКЧП. Хотя защитники Белого дома, которым к тому времени уже раздали оружие, бронежилеты и принесли кофе из американского посольства, все же ждали, что новая власть спохватится и пойдет на штурм. Тем временем премьер-министр Валентин Павлов на нервиках перепухивает и вообще выключается из игры. А днем 20-го у Белого дома уже проходит как минимум 100-тысячный митинг против ГКЧП. Ельцин создает уже не союзное, а российское министерство обороны. Хотя 20-го числа вводится комендантский час в Москве, ряды протестующих только ширятся. Уже и международная общественность давит на ГКЧП, порицая антиконституционный переворот. Кстати, как раз в ночь с 20 на 21 августа в подземном транспортном тоннеле на пересечении Калининского проспекта, нынче улицы Новый Арбат и Садового кольца улицы Чайковского, во время маневрирования погибли трое гражданских лиц. Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. Нет, тут не было огня на поражение и намеренного наезда. Позднее выяснилось, что военные стреляли предупреждающими в воздух, и кто-то был убит рикошетом от потолка тоннеля, кто-то по случайности попал под бронетехнику. Но в любом случае эти трое стали еще одним моральным козырем протестующих. Хотя заметьте, что никаких серьезных силовых разгонов не было и нет. В ночь на 21-е воинские подразделения вокруг Белого дома были приведены в боеготовность. Генерал Ачалов, которому предстояло руководить операцией, ожидал решения ГКЧП. Штаб пытался связаться с Язовым или Крючковым, ответа не получал. Все так и пребывают в боеготовности до трех ночи, пока Ачалов не дает отбой и командует отходить из центра города. Тем более, что все чаще войска братаются с демонстрантами. В это же время главком ВВС Шапошников предлагает Язову вывести войска из столицы. В 5 утра на заседании коллегии Минобороны предложение Шапошникова поддерживается, и Язов дает приказ вывести войска из столицы. До 8 утра войска столицу покидают. Как вы понимаете, более тупое развитие государственного переворота было, ну, разве что в 17-м году у Корнилова. В третьем часу дня путчистые уже летят к Горбачеву каяться. Тот их не принимает. Принимает только Рудского, прибывшего другим самолетом от Ельцина. Горбачев вообще пытается максимально дистанцироваться от ГКЧП. Типа, я вообще к этому отношения не имею. Горбачев прилетает в Москву, но вот в чем шутка. Улетал на отпуск он президентом рушащейся, но все же страны. А вернулся вообще никем. Влияние утеряно. Он вынужден согласиться с решениями Ельцина о переподчинении органов государственной власти. После чего выходит, что Горбачев уже мало чем управляет. Ельцин объявляет о смене флага РСФСР на известный всем Триколор. 22 числа у Белого дома проходит празднество. 22 же проходит арест практически всех членов ГКЧП. Кроме министра внутренних дел Пуга. Он вместе с женой кончает жизнь самоубийством. Многие из членов ГКЧП начинают писать покаянные письма, что было уже как бы верхом позора. Подвергаются аресту не только сами путчисты, но и многие соратники рангом ниже. Ельцинская власть, в отличие от ГКЧП, не была нерешительной и не попустительствовала своим оппонентам. В ночь на 23-е толпа сносит памятник Держинскому на Лубянке, добыв для этого даже соответствующую технику. Ну а 23-го, ссылаясь на участие КПСС в госперевороте, Ельцин издает указ номер 79 о приостановке деятельности партии. И партия, в которой даже на тот не самый лучший для нее момент состояло порядка 16 миллионов человек, особо даже не стала дергаться. Опять же, ни массовой уличной мобилизации, ни тем более какой-то там партизанщины. Просто запретили, опечатали помещения, остановили банковские операции. Горбачев добровольно сложил полномочия генсека. Все. Да, в дальнейшем партии и организации, сформированные из платформ погибшей КПСС, будут вести борьбу. В том числе и на баррикадах, и под дубинками, и под пулями, даже РКРП. Но все это будет через год, через полтора, через два, когда разрушительные реформы уже сорвут с Ельцина вот этот вот ореол святости. А сам он все меньше будет заигрывать в демократию. А пока что у всех шок и ощущение тотального фиаско. Это, в общем-то, оно и было. И это было вполне закономерным итогом деградации партии в целом. Ну, что ж, как минимум КПСС преподала очень серьезный урок компартиям всего мира и подкинула пищи для размышления. Однако деструктивные последствия провала путча ГКЧП не ограничились запретом компартии. Сразу ряд республик буквально в течение недели заявляют о выходе из состава СССР. Верховные Советы Латвии, Эстонии и Литвы 21-22 августа вновь объявили о восстановлении Конституции, действовавших до 1940 года, и провозгласили независимость. 27 августа о независимости объявили Белоруссия и Молдавия, 30 августа Азербайджан, 31 августа Узбекистан и Киргизия, 9 сентября Таджикистан, 23 сентября Армения и 27 октября Туркмения. Их независимость еще не признана, но явно и противопоставить этому нечего. ГКЧП, провозгласив основной целью сохранения СССР своими откровенно кривыми и нерешительными действиями, только подтолкнул распад страны. По крайней мере, создал для этого благовидный предлог. В 1994 году арестованные члены ГКЧП будут амнистированы. Единственным отказавшимся от амнистии оказался заместитель министра обороны и народный депутат СССР Валентин Варенников. Он предстанет перед судом и, кстати, будет оправдан, типа исполнял приказы вышестоящего начальства. Годы спустя многие члены ГКЧП, в принципе, и сами объясняли причины своего провала. По крайней мере, часть причин. Выводы из этой истории каждый, думаю, сделает сам. Я же лишь напомню, что двумя годами позже Ельцин и компания, оказавшись почти в такой же ситуации, были не столь щепетильны по отношению к человеческим жизням. Часть защитников Ельцина 1991 года окажутся по иронии судьбы против него в забаррикадированном Белом доме в 1993. Исход событий будет, правда, совсем иным. В 1991-м же часть элиты, выродившаяся и обуржуазившаяся в большей степени, переиграла часть элиты, выродившуюся и обуржуазившуюся в меньшей степени, при поддержке интеллигенции и немалой части одураченного трудового народа. Могли ли победить путь чистый? Могли ли они сохранить СССР? Могли ли они предложить альтернативу полному демонтажу советской экономики? Эти вопросы так и повисают в воздухе. На мой взгляд, если и могли, то это должны были быть какие-то другие члены какого-то другого ГКЧП. Я же с вами прощаюсь. Подписывайтесь, жмите колокольчик, ставьте палец вверх, пишите комментарии, распространяйте видео и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok